Сегодня 1 мая. Я поздравляю всех верующих в силу труда и объединения трудящихся, а также верующих в иные силы с наступающей сегодня вечером Пасхой. В общем, как-то так в этом году удачно все совпало, что будем праздновать одновременно. Отдельно оговорюсь, что на этой неделе не успели мы подготовить выпуск по городу Октябрьскому, однако тему эту мы не оставляем и перенесем на послепраздников, тем более, что вот эти каникулы несколько расслабят нашу аудиторию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Речь идет о том, что часть экологов-общественников заявила о том, что это они пригласили Светлану Родионову, собрав 19 тысяч подписей с инициативой о включении города Стерлитамака в проект «Чистый воздух». Власти, естественно, сделали загадочное лицо и намекнули на то, что визит был плановым, однако против того, что это плановый визит, говорит хотя бы то, что он случился во время отпуска ради Хабирова, а отпуска глав регионов, безусловно, это планируемые мероприятия и в Кремле, и в правительстве Российской Федерации график отпусков всем известен. Соответственно, тут, конечно, напрашивается вопрос, что приезд Светланы Родионовой был не совсем организован силами властей Республики Башкортостан. Очевидно, что Башкортостан – богатое поле для экологов любых мастей, а уж для руководителя Федеральной службы Росприроднодзора и вовсе, как говорится, цель номер один. Республика насыщена разнообразными многочисленными промышленными предприятиями, которые самым безобразным образом загрязняют окружающую среду, и не обращать на это внимания в 21 веке, наверное, уже нельзя. В общем, вот случилось. Весь визит Светланы Родионовой свелся к нескольким встречам в Стерлитамаке и поездке на территорию бывшего химпрома в Уфе. Итоги этой встречи, пожалуй, что пока неоднозначные. Светлана Родионова разнесла в пух и прах заготовленные доклады Эдуарда Давыдова и еще нескольких руководителей крупных химических предприятий. Посоветовала купить очки для штатных экологов, заводов и химических производств, а также дала некоторое количество обещаний. Обещания, собственно, эти заключались в том, что, может быть, к 2023 году город Стерлитамак включат в проект «Чистый город», если соберется достаточное количество документов и оснований. Может быть, федеральный центр выделит денег на рекультивацию территории бывшего химпрома. Ну и, в общем, может быть, мы же заживем в несколько более чистой республике, чем раньше. Надо понимать, что Светлана Родионова, по сути, является человеком Игоря Сечина и, конечно же, никакой похвалы для нынешних управленцев Республики Башкортостан ожидать от нее не приходилось. Ну и особенно на фоне того спора, который возник на тему, кто ее пригласил и почему она приехала, все эти детали выглядят особенно пикантными. Случился один комический эпизод во время приезда федерального чиновника в Башкирию. Я говорю о выступлении Саша Сидиакин, который внезапно превратился в специалиста по мусорной реформе. Почему-то не господин Искандаров делал доклад, а именно США. Но, видимо, надо было перед федеральными чиновниками выступить и показаться. И вот этот наш любитель пожаловаться куда угодно начал рассказывать, как он планирует перераспределить потоки отходов и мусора в Республике Башкортостан и вывозить их не на ближайшую свалку, а на дальнюю. На что Светлана Родионова, конечно, задала совершенно риторический вопрос. А уважаемый специалист по мусору Саша Сидякин, у вас от этого не возрастет тариф для граждан на вывоз мусора? Не удлинится ли плечо доставки? В общем, конечно, на такой сложный вопрос Саша ответить не смог. Потупил взор. В общем, был с позором изгнан. Ну, короче, вот я не понял, зачем Сидякину нужно было лезть в вопрос вывоза мусора и утилизации отходов. Еще одна забавная история приключилась у нас с Советской площадью. Мы помним, что 19 апреля Радий Хабиров на оперативном совещании правительства сообщил, что в его адрес поступило письмо от четырех загадочных академиков, которые настаивают на возведении дополнительной колоннады вокруг монумента генерала Шеймуратова на Советской площади. Чуть позже появились картинки, ну, прямо скажем, чудовищные картинки, но, на мой взгляд, не архитектора. Естественно, архитектурное сообщество Уфы, Башкирии и даже Москвы начало обсуждать вот эти изменения, этот новый проект. Сам по себе памятник Шеймуратову вызывал массу вопросов, ну, а вот дополнение его вот этой вот греческой колоннадой и вовсе вызвало ажиотаж в определенных кругах. Однозначно, архитектурное сообщество склоняется к тому, что это абсолютный кич, безобразие и бред. Но они пошли дальше. Получив список тех самых академиков, архитекторы Уфы Москвы и Башкортостана начали искать этих академиков, ну, чтобы выяснить, ну, откуда взялось это мнение, что за странная идея, надо ли делать эту колоннаду. И с удивлением с вами обнаружили, что только одного академика по фамилии они смогли там худо-бедно определить и идентифицировать, но и он умер в 2012 году. В общем, складывается впечатление, что опять ради Фаридыча кто-то начинает вводить в какой-то, выражаясь специфическим языком, блудняк, обманывать и вводить в заблуждение в том смысле, что так как ради Хабиров сам-то не очень в архитектуре, ну, тут вот, видимо, вовремя принести картинку. Известный защитник аутентичности города Уфы Алексей Пантелеев даже проанализировал картинки, представленные Хабировым, ну, как первоначальный проект этой колоннады, и соотнес эти картинки с ландшафтом Советской площади. К своему удивлению Алексей Пантелеев обнаружил, что то, что нарисовано академиками, и то, что есть в реальности, очень сильно не совпадает друг с другом. По данным Google карт и Google ландшафта, получается, что перепад высот на Советской площади составляет 3-4 метра, а на картинках академиков это всего-то не более чем 75 сантиметров. В общем, складывается ощущение, что картинки рисовал кто-то быстренько-быстренько в фотошопе или в каком-нибудь Короле, видимо, это делали специалисты, не выходя из Белого дома, а теперь сверху еще приписано 4 фамилии неких академиков. В общем, мы недоумеваем. То ли действительно Радий Фаридович, как и Иосиф Виссарионович, у нас большой ученый, то ли кто-то решил удвоить смету строительства этого монумента на Советской площади. Видимо, там распил кажется им недостаточным или еще что-то. В общем, совершенно непонятно. Но также непонятно, что еще предложат многочисленные Остап и Бендеры от архитектуры и строительства, которые наводнили город Уфу и которые вводят за нос, очевидным образом вводят за нос руководство республики и города, которое в большинстве своем представлено, конечно, еще недавними жителями маленьких городов и сел республики Башкортостан, и которые все еще не сориентировались в миллионном городе и не понимают его нужды. На прошедшей неделе в Уфе продолжались активные боевые действия в строительной войне. Были суды, были акции на улице, были ответные акции на улице. В общем, было очень все разнообразненько. И давайте обо всем по порядку. Продолжилось судебное разбирательство между ПСК-6 и мэрией города Уфы. В этот раз юристы мэрии утверждали, что документы, которые выдала мэрия, являются незаконными. Но вообще вся эта ситуация именно в юридическом контексте мне напоминает какого-то мифического змея Ураборуса, который пожирал сам себя с хвоста. Если вдуматься всерьез, то юристы мэрии опровергают решения мэрии и объявляют их незаконными. И на основании этого правонарушителям, преступникам или кем-то обвиняют Носкова и его организацию. Все знают, что я не являюсь совершенно никаким поклонником Андрея Носкова. И вообще у нас были там с ним определенные конфликты. Но все больше и больше погружаясь в историю с ПСК-6 и Жилстроинвестом, который сейчас разворачивается на наших глазах, я понимаю, что эта история не про ПСК-6 и не про Жилстроинвест, а эта история про, на мой взгляд, совершенно преступный перераздел рынка, который ждет город Уфу. В рамках всех этих боевых действий случилась даже голодовка, но она была очень краткой. За время голодовки жители Конституции 5 не успели ничуть похудеть. Длилась она, по-моему, день или два, а потом внезапно прекратилась. То есть, видимо, организаторы голодовки поняли, что будет особенно глупо и нерезультативно голодать 10 выходных дней. И учитывая то, что в эти 10 дней на них никто не обратит внимания, а могут быть жертвы. В общем, как-то скомкали эту историю. Режиссеры и кукловоды всей этой компании слишком поздно поняли, что они там не вовремя начали эту голодовку. Она как-то так тихонечко свернулась. Зато произошел первый отраслевой протест. В ответ на вот эти все действия и на попытку заблокировать стройку с протестом выступили сами строители. Имеется в виду не Носков, а вот прямо люди в касках, которые вышли с плакатами «Дайте нам работать», «Дайте нам кормить семью» и так далее. Мы видим, что все больше и больше втягивается людей в этот конфликт. Мы видим, что не всегда их действия являются искренними и понятными, а зачастую режиссируются со стороны. В том числе я говорю и про вот эту неистовую Аллу Яковлеву, которая с пеной у рта в прямом и переносном смысле начинает отстаивать любые интересы, лишь бы можно было покричать. Ну, в данном случае я четко вижу здесь режиссуру господина Баширова и мадам Гайсиной. Ну, Гайсина тут на вторых ролях, она там просто показывает, куда идти и что говорить. А вот Баширов действительно, судя по всему, стоит вообще, в принципе, за всей этой историей. Он является главным режиссером этого конфликта. Нужно понять, знает ли об этом господин Хабиров, понимает ли он, во что втравливают его, вызывая вот эти строительные конфликты. И понимает ли Хабиров все риски и те преимущества, которые обретают люди, которые организовывают эти конфликты. Про организаторов и инициаторов вот этих вот как бы народных протестов и всяких Яковлевых и прочих мы обязательно поговорим в ближайших выпусках. Все становится интереснее и интереснее в том смысле, что не только Ренат Баширов теперь является как бы подозреваемым в организации всех вот этих вот беспорядков. Но рядом с ним где-то там начал мелькать бывший чиновник мэрии, в недавнем прошлом заключенный господин Никитин, который любит от своего имени побегать перед паровозом и не будучи еще никуда назначенным, уже собирать всякие обещания, взносы и обязательства. В общем, все это становится все более интересным, чем просто история какого-то там ПСК-6 и какого-то Носкова. Большое количество смешных и не очень событий были связаны на прошедшую неделю с партией «Единая Россия». И как ни странно, практически все эти события связаны непосредственно с Рустем Махмадинуровым. Этот человек вообще стал генератором скандалов и всевозможных проблем для партии и вообще для власти в Республике Башкортостан, но пока на это особенно не обращают внимания. Начнем с того, что на прошедшей неделе МВД составило протокол на организаторов мероприятия «Скажите спасибо врачам-3». Мы помним, что мероприятие было организовано, как официально было заявлено, при содействии партии «Единая Россия», но понимаем, что, собственно, партия «Единая Россия» и ее исполком были фактическими организаторами этого мероприятия. На мероприятии, которое прошло 27 марта, присутствовало 600 человек. Они были собраны на крыльце театра, там пели какие-то всякие «Караван-сарай» и прочие «Сараи». Хедлайнером мероприятия был некий Денис Майданов, кем бы он ни был. Ну, в общем, был какой-то концертишка, и вот организовал этот концертишка «Единая Россия». Ахмадинуров очень жарко это все рекламировал в соцсетях, призывал всех туда прийти, хвастался, как партия «Единая Россия», благодарит врачей, как она благодарна, и вот теперь МВД сочло это незаконно массовое мероприятие. Если уж быть до конца точным, то протокол был составлен по статье 20.6, часть 1 КОАП Российской Федерации «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Достаточно серьезная статья, и здесь, если это дело получит развитие, то и организаторы, фактически организаторы, которые до сих пор не выявлены, и те, кто им содействовал, я имею в виду партию «Единая Россия» в республике Башкортостан, ждут достаточно жесткие санкции в виде штрафов, крупных штрафов на юридические лица. Я не знаю, будут ли привлечены физические лица руководителей этих организаций к ответственности, но для меня, по крайней мере, понятно, что, например, господин Ахмадинуров точно должен быть отнесен к их числу. Забавно, что инициатором всей этой истории стал активист организации «Стоп Баш РТС» Иван Апаев, который, собственно, и обратился в прокуратуру и в Следственный комитет, которые, в свою очередь, переадресовали это дело в МВД. Ивану Апаеву отказали в организации массового мероприятия, которое он планировал на 4 апреля по линии «Стоп Баш РТС». При этом случился вот этот концертик на крыльце театра. Иван Апаев высказал свое недоумение в адрес администрации республики, на что господин Барданов, вице-премьер правительства, ответил, что концерты, по его мнению, не считаются массовыми мероприятиями. Однако МВД, судя по всему, считает иначе. Напомню, что «Единая Россия» в республике отрицает свою причастность к этому мероприятию, несмотря на то, что лично господин Ахмадинуров и многие партийцы очень сильно рекламировали его, призывали на него прийти. На сайте «Единой России» в Башкортостане указано, что мероприятие прошло при поддержке партийной организации. Ну и, собственно, то же самое было указано на всех афишах. Вообще, ковидная тема для единороссов в Башкирии, по-моему, становится главной. Вот мы знаем о том, что на значках, которые дают тем, кто вакцинировался от COVID-19, присутствует теперь логотип «Единой России». Почему, совершенно непонятно. А также на минувшей неделе господин Ахмадинуров совершил какой-то совершенно циничный перформанс. Он на одном из мероприятий вручил антиковидный костюм известному эстрадному исполнителю Башкирии, у которого от ковида умерли оба родителя, и мать, и отец. При этом Ахмадинуров, подарив этот антиковидный костюм, сказал, что ну вам-то он теперь точно не понадобится. Ну, я не могу комментировать вот такой уровень цинизма, который демонстрирует нам Рустем Ахмадинуров. Ну, в общем, судя по всему, его болезнь COVID-19 стала самым ярким событием в его партийной карьере. Получил развитие и история с иглинским депутатом Арменом Григоряном. Мы помним, да, вот эту историю, где он там, значит, приехал на улицу Иглину, и там, значит, совершенно безобразный конфликт случился с местными жителями, собственно, с его избирателями. В ответ на это все среагировал исполком Единой России в Башкортостане. Рустем Ахмадинуров заявил, что Армен Григорян никогда не был ни членом партии, ни даже ее сторонником. С сайта Совета Иглинского районного совета исчезла информация о том, что Армен Григорян принадлежит к партии Единой России. Ну, как говорится, Google Cash, что он все помнит. Действительно, указания об этом было на сайте, и теперь его там нет. На самом деле довольно несложно проверить партийную принадлежность господина Григоряна, потому что документы о его избрании до сих пор хранятся в ЦИКе Республики Башкортостан. Когда он баллотировался, избирался, и когда шли выборы в Иглино, конечно же, документы сдавались, и там совершенно понятно, кто откуда и кем избираются. То есть довольно наивная попытка скрыть причастность господина Григоряна к Единой России и со стороны Ахмадинурова только иллюстрирует вообще интеллектуальный уровень Рустема Маратовича. На самом деле довольно несложно проверить, является ли Армен Григорян сторонником или членом партии Единой России. Достаточно написать запрос в ЦИК РБ, и я надеюсь, что Илона Макаренко не будет потворствовать странным попыткам замести следы со стороны господина Ахмадинурова и выдаст честную и достоверную информацию. Вообще, так получилось, что с 2010 года я знаю всех руководителей исполкома партии Единой России, лично с ними знаком, и могу обоснованно утвердать, что Рустем Ахмадинуров, конечно, выдающаяся фигура на фоне вот этого пантеона руководителей исполкома партии Единой России по республике Башкортостан. Только Рустему Маратовичу удалось в довольно краткий период времени сгенерировать такое количество скандалов, такое количество нелепостей и всевозможных неприятностей, которые окружают отделение партии власти по республике Башкортостан. Не знаю, намеренно ли делает это Рустем Маратович, либо это, в принципе, его сущность и его модус операнди по жизни, но вот так получается. Не знаю, насколько это устраивает республиканские власти и федеральные части партии, то есть они наверняка тоже обращают внимание, как громогласно звучит партия Единой России по республике Башкортостан. Однако могу утверждать, что репутация партии, естественно, снижается за счет подобных скандалов, за счет подобных эксцессов, и не обращать на это внимания со стороны федеральных и республиканских властей по меньшей мере глупо. А теперь немножко о скандалах и происшествиях. На прошедшей неделе случилась ужасная, на самом деле, история. 23 апреля в Кушнаренково были спилены 16 елей, там была красивая аллея около спортивного комплекса, и вот их спилили. Ну, вообще, конечно, этим, наверное, не удивить в Башкирии в последнее время никого. У нас там липы в Уфе пилят, лиственницы где-то там, значит, какие-то исторические сносят и подпиливают. В общем-то, ничего такого. Но в Кушнаренково были непростые ели. В 1985 году группа ветеранов, и в их числе Мустай Карим, посадили вот эти 16 елей. Все деревья были именные. Им на данный момент, на момент, когда их спилили, было всего 36 лет. Специалисты говорят о том, что это, ну, самый расцвет жизни для подобного рода растений. И, в общем, это были не просто елки, это были памятные деревья, посаженные в память о Великой Отечественной войне. Случилось это в преддверии 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и прочее, прочее. Я не понимаю, чем думал господин Гизатуллин, глава Кушнаренского района. Я не знаю, сможет ли теперь Радий Фаритович уберечь Руслана Гизатулина от гнева Тимирблата Каримова, который так ревностно и очень трогательно относится к памяти своего деда. В общем, это какой-то совершенно, на мой взгляд, вандализм и безобразие. Совершить вот такое в преддверии Дня Победы вообще, да и в принципе, зачем было пилить деревья, которые несут в себя некий мемориальный смысл, несут память о людях, которые спасли Родину, и в частности, память о великом башкирском поэте Мустая Кариме. В Башкортостане продолжаются аресты чиновников силовиками. На прошедшей неделе, в конце уже недели, в Сибае был задержан некий Рустам Тураев, руководитель отдела образования и администрации города Сибаев. Задержан он был следственным комитетом при содействии ФСБ, но так у нас теперь уже вводится и как принято. Обвиняется господин Тураев в получении взятки в особо крупном размере. Речь идет об откате за строительство некого образовательного учреждения, которое происходило в городе Сибае. Даже названы определенные цифры, что-то около миллиона рублей планировал получить вот этот господин Тураев, 42-летний чиновник сибайской администрации. Не успел получить в полной мере часть этой взятки он уже, значит, выманил в виде стройматериалов. В общем, я так понимаю, что акция по зачистке вот этой вот команды, которая сформировалась на территории республики, продолжается. И вот она докатилась до города Сибае. Я не знаю, коснется ли это господина Авзалова, но, зная о тех нравах, которые царят в Сибае, я понимаю, что господин Авзалов не мог не знать об этой проделке своего подчиненного. Впереди у нас 10 выходных, мероприятия практически все отменены. Единая Россия, испугавшись административного протокола, даже отменила планируемое шествие и митинг на Горсовете. Так что, наверное, наш канал уйдет на каникулы. 10 дней будем отдыхать, как и все граждане Российской Федерации. Если не случится ничего чрезвычайного и из ряда вон выходящего, мы с вами, вероятнее всего, увидимся в следующий раз 12 мая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова